Меня зовут Виктория и я приветствую вас на канале Вселенная Beautiful World. Сегодня мы попробуем новый формат общения, разговор о главном. Наше видео создано при поддержке творческой студии Beautiful World, которая занимается созданием документальных и корпоративных видео, работает на концертных площадках, создает музыкальные клипы, а также красочные свадебные фильмы и фотосессии. Контакты в описании к видео. А мы переносимся в нашу импровизированную студию. У нас сегодня в гостях Костюкова Мария. Здравствуй, Мария. Здравствуйте. И первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о себе. Меня зовут Мария Костюкова. Я родилась в станице Тацинской. И вот уже на протяжении 15 или 16 лет я занимаюсь музыкой. Я пою, играю на фортепиано. Закончила консерваторию и собираюсь связать себя на всю жизнь с музыкой. Маш, ну расскажи, пожалуйста, как появилось увлечение музыкой? У меня мама педагог в музыкальной школе. И сколько я себя помню в детстве, я все время сидела за фортепиано и все плакала, потому что ничего не могла сыграть и просила ее отдать мне в музыкальную школу. И вот, когда мне исполнилось 5 лет, она меня записала на общее эстетическое отделение. И я начала выступать, петь, играть на фортепиано. Скажи, пожалуйста, а когда пришло стойкое желание связать свою жизнь с музыкой? Ну, стойкое желание пришло, наверное, уже в 11 классе, потому что на протяжении всей школы у меня был выбор либо медицины, либо музыка. Но в конечном итоге, когда я пошла в 11 класс, поняла, что все-таки музыка – это то, с чем я себя представляю через некоторое количество времени. Медицина все-таки не мое. Еще вопрос, скажи, пожалуйста, а вообще как отнеслись твои родные к тому, что ты выбрала именно это направление? Мама поддерживала полностью, папа тоже, хотя поначалу он все-таки хотел, чтобы я связала себя с медициной. А бабушка с дедушкой отнеслись сначала скептически, но потом тоже поддерживают. И мой старший брат сказал мне, что, Маше, ты пропела все 11 лет и хочешь связать свою жизнь с медициной. У нас в семье есть уже один врач, поэтому его достаточно. Если что, я из всех вылечу, а ты пой. Маша, ну ты вот сказала, что ты владеешь фортепиано, тебе нравился этот инструмент, а почему именно он? Почему не гитара, не контрабас, а именно фортепиано? Когда я закончила общеэстетическое отделение в музыкальной школе, потом я пошла на фортепиано. И изначально я себя позиционировала как пианист, не как вокалист. Оно мне нравилось, но потом, кстати, я занималась еще год гитарой, аккордеоном некоторое время, поэтому я тоже владею этими инструментами. Но фортепиано, оно как-то мне ближе, мне нравится его звук, нравится, что его можно везде почти найти, нету каких-то проблем с этим, ну, по отношению к другим инструментам потяжелее. То есть фортепиано полегче? Ну, фортепиано, да, мне кажется, полегче, и тем более, к примеру, сольфеджио или какие-то такие музыкальные дисциплины всегда проходят с фортепиано. Мария, расскажи, пожалуйста, какое направление в музыке ближе всего для тебя? Я не могу выделить какое-то одно, но обозначу несколько. Во-первых, это джазовая музыка, с которой я познакомилась не так давно. Я для себя ее открыла и поняла, что это такая большая кладезь, с которой должен столкнуться любой профессиональный музыкант. А потом это поп-музыка, которая подразделяется на фанк, мне нравится соул, госпел-музыка, вот, пожалуй, вот эти направления. Ну и расскажи, пожалуйста, почему ты решила провести творческий вечер именно в Тацинской? Ну, во-первых, потому что это место, где я родилась, где я начинала свой творческий путь. И много людей, которые, к сожалению, не могли ходить на концерты, проводимые в Ростове. И я подумала, ну, почему бы не организовать? Я решила провести концерт в станице Тацинской, потому что именно здесь начался мой творческий путь. И концерты, на которых я выступала в Ростове, не все желающие могли попасть. А здесь именно люди, которые помнят меня, как я пела, да, там, пять лет назад, и не слышали меня на протяжении долгого количества времени. Поэтому, мне кажется, будет им интересно послушать, послушать то, как изменился мой голос, как изменились мои взгляды, да, потому что в музыке мы передаем это. Поэтому решила, что, да. И решила выбрать именно кафе, потому что такая дружественная, теплая обстановка, когда нет каких-то границ, нет сцены, да, как таковой, и мы можем на довольно близком расстоянии общаться. Почему именно формат творческого вечера? Наверное, потому что я все-таки хочу быть поближе к слушателям, показать им все-таки разные грани музыки, какие есть, потому что в концерте будут звучать не только русские, вообще там будут звучать песни на четырех языках. Это французский, украинский, русский и английский. Также будет музыка разных стилей, поэтому хочется как-то и петь, и чуть-чуть показать людям, что есть другая музыка, интересная, чтобы они тоже, может быть, последовали за мной и начали слушать ее. И мне кажется, что вечер – это какое-то такое неофициальное мероприятие. Что ж ты, я, что ж ты, я не сумев Зупинитись совчасно Все ясно Маш, ну расскажи, пожалуйста, поподробнее о годах учебы, А в своей специальности кем ты стала после окончания консерватории? Я окончила Ростовскую государственную консерваторию имени Сергея Васильевича Рахманинова по профилю эстрадно-джазовый вокал И теперь я по специальности и педагог эстрадно-джазового вокала, и исполнитель, и солист ансамбля Весь спектр Во время учебы у меня был прекрасный педагог, которая плавно меня все-таки повернула в джазовую сторону, показала мне очень много всяких стилей музыкальных, дала мне возможность себя попробовать во всех стилях, каких только я хотела, определить для себя направления, в которых мне будет комфортно работать. Также множество конкурсов было во время обучения, работа с составами, с живыми музыкантами. И сейчас я буду продолжать свое образование, только уже не в консерватории Рахманинова, а в Принц-Клаус-консерватории города Гронингена. Продолжишь обучение, а дальше? А дальше это тайна. Ну, на самом деле, я, конечно, смотрю вперед, но не настолько, потому что сейчас именно эти два года, в которых, ну, что я не знаю, что будет. Ладно. Просто эти два года в магистратуре, они именно должны сформировать меня как личность, как уже готового музыканта, потому что все-таки по окончании консерватории и голос не до конца еще стал на место, потому что он формируется в течение шести лет, а не четырех. И все-таки есть какие-то сомнения, есть какие-то и амбиции, и желания. Ну, вот посмотрим. Мне кажется, что работа и учеба в другой стране как-то повернут меня и расширят грани моего таланта. Маша, ну расскажи, пожалуйста, а почему именно Ростов? Не Москва, не Санкт-Петербург, а именно Ростов? Ну, во-первых, я шла к педагогу определенному, и для меня было неважно, какая консерватория. И хочется рассказать ей историю о том, как мы познакомились с педагогом. Она мне просто часто вспоминает эту историю. Дело в том, что когда я еще училась в школе, за моим творчеством очень наблюдал и всегда поддерживал глава администрации Татинского района Николай Николаевич Кошлев. И именно он был инициатором встречи меня и нашего депутата Сергея Суховенко. И именно он помог мне найти педагога. И в первый раз мы с моим педагогом встретились, наверное, когда я еще училась в девятом классе. Она мне иногда помогала с выбором репертуара и ждала меня в колледже. Но так получилось, что я пришла к ней в консерваторию. И, конечно, она говорит, что я одна из немногих, с кем у нас было именно такое знакомство. То есть ей позвонили по телефону и сказали, что там есть девочка, прослушайте. Она говорит, что я даже испугалась. Вот. И именно поэтому она меня и запомнила. Ну и потом уже, конечно, конкурсы, фестивали тоже дали о себе знать. Маша, почему между фортепиано и вокалом ты все-таки выбрала вокал? Я не сразу его выбрала, скажу сразу. Мне в этом помог фестиваль «Наш районный мир начинается с детства», на котором я представляла свою школу номер два. И именно после него Лидия Дмитриевна Статниченко и Галина Сергеевна Свеколкина предложили меня отправить на областной этап. И когда я уже поехала на областной этап, там жюри сказали, что да, ей можно заниматься, она хорошо поет, развивайтесь. И уже после, вернувшись в Тацинку, мы уже начали думать о международных конкурсах и о всероссийских. И вот как-то началось. Именно вот эти две женщины стали проводниками в мир вокала для меня. Но я знаю, что многие, кто начинает петь, боятся сцены. Как у тебя с этим было? Как ты преодолела страх? Боялась ли ты? У меня поначалу был большой страх. Я даже помню, когда была маленькая, выходила на сцену только если мама покажет мне игрушку около сцены. И я за ней вот так вот шла. Я очень много проводила времени в лагерях Орленок и Артек на творческих сменах, где мы с остальными ребятами из других уголков России готовили мюзиклы и выступали. И вот эта вечная творческая атмосфера, она как-то, страх куда-то ушел. Наоборот, появилось желание выступать, появилось желание показывать свое творчество, рассказывать истории на сцене и передавать их людям. Ну, творчество творчеством, все замечательно. А какие-нибудь еще увлечения у тебя есть? Да, я достаточно долгое время занималась баскетболом. Была в составе сборной школы по баскетболу и сборной университета по баскетболу. Но из-за травм пришлось отложить пока это дело. Занималась плаванием, тоже танцами достаточно долгое время. Это были и русские народные танцы, и бальные танцы. Да, много всего было. Почему ты выбрала именно консерваторию в Голландии для продолжения своего профессионального обучения? Мне пришла идея в голову об этой консерватории, когда я была на учебе в Италии. Я познакомилась с девочкой, которая поступила в эту консерваторию. И поговорив с ней, я поняла, что мне очень нравится программа. Потом зашла на сайт консерватории, посмотрела и начала готовиться к вступительным. Почему Голландия? Потому что она сейчас является одной из ведущих стран в Европе по музыкальному образованию. И программа уникальная, потому что ты там работаешь не только с голландскими преподавателями, но и с американскими. Они каждую неделю приезжают к тебе, и потом на некоторое время ты уезжаешь к ним. Поэтому меня, конечно, это подкупило. И педагог американский мне тоже очень нравится. Я очень долгое время наблюдаю за его творчеством, и, конечно, хотелось бы поработать. Ну, я думаю, что для каждого человека есть какой-то эталон, на которого он равняется. На кого равняешься ты? Я стараюсь не создавать кумиров в себе, а стараюсь брать от каждого вокалиста какую-то часть, та, которая мне нравится. К примеру, лет пять назад я очень увлекалась творчеством Лары Фабиан, Кристины Агилеры. Сейчас мне нравится Элла Феджеральд, мне нравится Натали Колл, Витни Хьюстон. К сожалению, эти все певицы, они больше американские, нежели российские. И, да, Курт Эллинг тоже очень интересный и многогранный певец. Российская эстрада мне больше советская нравится. Мне нравится Ирина Отьева, Лариса Дольна. Именно их репертуар, их диапазон, их вокальная манера, вот мне это нравится. И чаще в своих выступлениях, в своих госпрограммах каких-то концертных я беру именно их репертуар и как-то подстраиваю под себя. Ну, все-таки больше джаз. Больше да, наверное, да. И я думаю, что именно на выбор джазового направления повлиял твой педагог. Да, на формирование меня как джазового вокалиста повлиял мой педагог. Она очень мягко поворачивала меня к этому, я достаточно долгое время сопротивлялась, но позже поняла, что никакой из жанров не разовьет меня так, как джаз. Во-первых, это и ритмически развивает, и в плане гармонии тебя развивает, ты начинаешь больше слышать, больше понимать, и диапазон, и все эти упражнения. Все это именно в комплексе. Мой педагог говорит, не обязательно становиться джазовым вокалистом, джазовым музыкантом. Главное пройти через это. И когда ты пройдешь, ты уже станешь совсем другим человеком, другим музыкантом, станешь по-другому чувствовать это. И, конечно, в познании джаза мне еще помогло изучение английского, потому что, когда понимаешь то, о чем ты поешь, ты начинаешь по-другому относиться к песням и ко всему. Замечательно. Но вот скажи, глядя на своего педагога, никогда не возникало мысли о том, чтобы пойти по ее стопам и преподавать, передавать свои знания другим людям? Не просто исполнять песни, а именно передавать то, что ты знаешь, свой опыт, знания, умения. Я никогда не против передавать, но я хочу пока реализоваться как сольный исполнитель или как исполнитель в группе, да. Но когда, наверное, мне будет лет 40 или 50, я, конечно, хочу уйти в педагогическую деятельность и быть там, потому что мне интересно смотреть, как развиваются. И мне на самом деле интереснее работать со взрослыми, нежели с детьми. Вот. И у меня был уже опыт работы со студентами, да, с детьми, которые приходили ко мне на занятия. Интересно, конечно, но пока хочется как-то больше в себе что-то развить, потому что я знаю, что еще есть что-то новое, я могу открыть, вот. Ну, потом, конечно. Ты говоришь, что ты ездила на множество конкурсов, выступала на фестивалях. А со звездами ты знакома? Знакома, да, конечно. Конечно, были конкурсы, были выступления совместные. Из последних это был Влад Соколовский, это был Вячеслав Макаров. Мы вместе с ними выступали на универвидении. Также с Александром Олешко очень много раз выступали. С Александром Морозовым. Да еще с большим количеством. Но это те, которые вот самые первые пришли в голову. Из зарубежных звезд пока еще не было такого счастья работать с ними, да. Но я была на их концертах, и они как-то... У них другая чуть атмосфера, они прям так заряжают на работу, что хотелось бы с кем-то из них еще выступить, да. Ну, мне кажется, зарубежная музыка, она в корне отличается от музыки российской. Не важно, какого направления, будь то рок, джаз. Ну, по сути, это российского джаза-то и нет. На самом деле российский джаз есть, просто очень мало о нем пишут. И осталось только три человека, которые стояли у истоков развития джаза в нашей стране. И вот один из них как раз преподает нам в консерватории в Ростовской. Почему она и ценится? Вообще, если углубиться в историю Ростовской консерватории, то именно джазовое отделение, это первое в России и второе в Европе джазовое отделение. Им руководил Ким Назаретов, сейчас преподает на кафедре его сын. И данное отделение считается одним из самых сильнейших в России. И все, кто хочет изучать джазовое искусство, едут в Ростов, с Владивостока, с Москвы, отовсюду. У нас есть студенты, да. В гости не приглашали? Приглашали, но у них же нет джаза. Что к ним ехать? Скажи, пожалуйста, вот когда ты обучалась в консерватории, были домашние задания? И вообще, как к выполнению домашних заданий относятся твои близкие? Ты поешь в душе? Я пою в душе. Я пою везде. Конечно, у нас было очень много домашнего задания. И самое сложное, это было, ну, к примеру, да, когда я училась в школе, можно было что-то за ночь выучить. А в консерватории, когда у нас викторины, викторина, это контроль знаний такой, когда тебе дают 150 произведений, и ты за две недели должна их послушать и запомнить, как они звучат. И педагог потом включает, и ты должна писать, кто автор, откуда, какое, да, если это опера, то какое действие. И вот как-то за один день это не выучишь. Наверное, это для меня было самым сложным. Вот. А что касается вокала, то ежедневные занятия, потому что вокал это тренировка мышц голосовых, да, брюшных. Поэтому это тоже то же самое, что и спорт, нужно каждый день тренироваться. Ну, я в среднем пою по полтора-два часа в день. Вот. Ну, мне это нравится. Пока никого это не достает. Надеюсь, что и не будем. Нет, ну а что, хорошее занятие. Вроде бы и ты занимаешься, и на концерте побывал. Я бы, наверное, не отказалась от такого соседа. Ну, не каждый это поддержит, на самом деле. У меня есть знакомые, да, которым не повезло с соседями. Вот. Ну, мне пока везет. То есть, я так понимаю, для того, чтобы начать петь, главное это? Это желание, конечно. И упорство. Маш, ну мы заканчиваем наше интервью. Спасибо тебе большое за ответы. И хотелось бы услышать тебе пару слов нашим зрителям. Спасибо вам. Хочу обратиться ко всем, тем, кто смотрит, к зрителям, да. Пожелать им, во-первых, не бояться своих мечт, претворять их в цели и достигать. И если вы чего-то хотите, то вы этого обязательно достигнете. Я знаю, что многие те, кто поет, да, до какого-то времени, потом, когда приходит момент выбирать, кем им быть, они выбирают профессии более стабильные. Мне кажется, не нужно этого бояться. Если вы чувствуете, что музыка это ваша, и что вы не можете без этого жить, то, конечно, поступайте в творческие вузы, потому что такие люди добьются многого. Вот. Наверное, не бояться и идти за своей мечтой. И впервые на канале Вселенная Beautiful World мы разыгрываем зонт. И счастливчик, который напишет тысячный комментарий, получит этот зонт, и мы доставим в любой край света и России. Край света и России. Света и России. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok